и всех приветствую на канале у микрофона олег гром сегодня отвечаю на ваши вопросы напомню что периодически во вкладке сообщества если вы не знали вот на ютюбе есть вкладка на канале моем называется сообщество там и периодически открываю тему где вы можете закидать какие-то вопросы что то такое я выбираю самые интересные и те на которые еще не отвечал в своих прошлых видео и на них отвечаю и вот мне понравился один вопрос от виталия он пишет олег сделай видео о записи голоса минимальный набор оборудования программы как обрабатывать и так далее именно про запись подкастов закадрового голоса также сделай видео а также делал подобное видео для бен это и айсбергера было круто обновленное бы видео увидеть я я подумал над этим я решил что знаешь давать какие-то такие инструкции и рекомендации в плане использования какого-то конкретного оборудования оно конечно можно но мне почему-то в этот раз не хочется это делать слишком много затрат тем более все это оборудование уже есть у меня на канале я про него рассказывал в своих видео про звук про аудио поэтому я в принципе решил ответить на твой вопрос виде подкаста поэтому можно смотреть можно слушать но в принципе если ты будешь слушать но и все остальные вы ничего не потеряете я немного себе выписал что я считаю вообще каким-то минимальным набором способ записи и т.д. и т.п. давайте начнем со способов записи записывать можно по-разному особенно сейчас в большинстве случаев можно прямо на телефон в общем как это происходит не вдаваясь в детали на что именно записывается можно записывать звук чтобы он из на выходе был тот что вы хотите это на какое-либо устройство плюс обработка в софте можно записывать например звук на видеокамеру подключив к ней петличку и обрабатывать ваш голос непосредственно в видеоредакторе многие видеоредакторы это сейчас позволяют делать и с помощью этих инструментов минимальных можно добиться вполне приемлемого звука для для ютюба для того же да я не говорю про профессиональный какой-то звук но тем не менее дальше что еще можно конечно следующим образом можно подключать там петличку и микрофон все это дело и обрабатывать опять же точно так же можно прямо на камеру записывать можно на петличку можно на микрофон дальше все это обрабатывается в софте да то есть вашу можно отдельно обрабатывать голос можно прям в редакторе это на ваш выбор я например записываю голос в программе audacity я про нее рассказывал в принципе наверное с тех пор ничего не изменилось выходят новые версии программы я пользуюсь какой-то древней старой потому что мне этого хватает это звук и и и она работает зачем что-то менять если все отлично работает еще способ запись да вот эти первые два были простые это сразу просто на видеокамеру и обрабатывать второй способ немного лучше ты записываешь уже на петличку подключенную к видеокамеру или фотоаппарату и обрабатываешь третий способ ты записываешь на рекордер да то есть на какой-то рекордер там не важно что за марка про них это же рассказывал к рекордеру тоже подключается опять же петличку внутри уже записываешь звук отдельно то есть в первых двух случаях когда ты просто записываешь звук на встроенный микрофон видеокамеры или фотоаппарата или на петличку или микрофон подключенную к фотоаппарату или видеокамеру эти два Способы они очень просты, потому что тебе не нужно сводить звук, не нужно сводить звуковые дорожки. Третий способ, когда ты записываешь уже непосредственно на рекордер, на какой-либо, либо там в компьютер через звуковую карту, как я сейчас это делаю прямо перед вами, да, здесь уже будет необходимо обрабатывать звук, желательно сторонней программой, тут же Audacity, и дальше сводить звук на дорожки вашей, в вашем виде. Видеоредакторе, да, то есть совмещать звук тот, что у вас шел с камерой вместе со звуком, тем, что вы записали и обработали отдельно, это уже несколько сложнее, и поэтому многие отказываются от этого способа, хотя он дает довольно интересные результаты, опять же. Можно еще, я это все как бы описываю по степени дороговизны, да, то есть там все дороже и дороже. Еще способ, да, не на рекордер, а на звуковую картку, то звуковая карта стоит зачастую дороже, чем рекордер, ну, я беру самый простой рекордер, многие рекордеры сами могут являться звуковой картой, так что тут как бы два в одном. Но тем не менее, если вы взяли отдельную звуковую карту, она, скорее всего, дороже, чем рекордер, ну, и все остальное тоже, да, то есть сведения, бла-бла-бла, все, что пункты были выше, они повторяются точно так же. И пятый способ, наверное, самый дорогой, это когда ты пишешь звук, и он сразу обрабатывается на лету с помощью какого-либо оборудования, да, этот способ, прежде всего, он интересен, ну, и либо оборудованию, либо софту, сейчас многое можно обработать в софте, потому что достаточно мощные компьютеры прямо в реальном времени, вот. Но железные какие-то девайсы, они с этим справляются гораздо лучше, быстрее, лучше, их можно мониторить прямо в реальном времени, и это самый, наверное, дорогой способ, он, прежде всего, интересен будет тем, кто ведет какие-то прямые трансляции, и ему нужно непосредственно прямо в прямой трансляции обрабатывать голос, да, ну, там, не знаю, там, онлайн-радио какое-то или какие-то стримы, что-то такое. Большинство программ для стримов позволяют сейчас обрабатывать голос с помощью каких-то плагинов, то есть, софтварно, и, ну, вам не надо никакие железки покупать, потому что железки – это деньги, да, то есть, там, какой-то предусилитель для микрофона – это уже, там, отдай, ну, тысяч 15, да, там, ну, вот в этом районе плюс-минус, за более-менее такой, с самого низшего качества, ну, и так далее, и тому подобное, то есть, вот таких вот пять способов. И вот ты спрашиваешь про минимальный набор оборудования, вот это вот пять разных минимальных наборов, можно записывать любые подкасты просто на телефон, говоря в его микрофон. Если у вас достаточно, скажем так, современный телефон, ну, там, относительно, там, ну, лет пять, ему шесть, да, то есть, если у вас какой-то старенький, там, айфон или топовый, топовый андроид какой-то, пятилетней давности, то там уже были хорошие микрофоны, и можно было на них все это записывать. Если вы сейчас что-то приобрели более-менее среднего сегмента, а там, андроида, это в районе, это в районе, наверное, 15-20 тысяч, то тоже уже будет достаточно неплохое качество звука. И даже если у вас очень самый простой телефон, очень бюджетный, там, за 100 долларов, не переживайте, и на него тоже можно прекрасно записывать, микрофоны стоят не так дорого, и вполне себе телефон сейчас с этим справляется. То есть, если вы хотите, как вот Виталий, записывать какие-то подкасты, начните вообще, возьмите и попробуйте, а получится ли у вас на том устройстве, на котором у вас есть, да, то есть, не нужно сразу бежать и покупать, какие-то рекордеры, какие-то микрофоны, что-то там, вкладываться много, вы просто попробуйте записать какой-то подкаст. Для закадрового голоса, помимо вот этого всего, да, если вы ведете какую-то озвучку, да и подкасты те же, конечно, желательно вашу комнату звукоизолировать грамотно, либо иметь отдельную какую-то кабинку там, на которой вы можете там аудиокниги какие-то записывать, либо озвучивать что-то, ну, в общем, вот это вот все. Разница между записью там закадрового голоса для какого-то видео на YouTube или для подкаста абсолютно никакой нет, все то же самое оборудование используется. К слову, да, ну, если прям вот вообще про минимальный набор какой-то говорить, я бы посмотрел, да, в сторону, скажем так, ну, вот если уже все вы решили, что это как бы оно вам надо, будете это делать все, я бы посмотрел в сторону каких-либо петличных микрофонов. Опять же, у меня на канале есть много видео про петличные микрофоны. Лично я предпочитаю обращать внимание все-таки на бренды, которые мировые и известные, но Китай сейчас делает овер дофига. Опять же, по цене нужно наблюдать и, конечно же, проверять. Сэмплы, как что звучит, опять же, у меня на канале есть в плейлисте про аудио, да, там вот это все и петлички, и чего только нет, и дешевые микрофоны, и дорогие микрофоны, можете это все посмотреть и сравнить, там вот все ждет обзора. Вот этот микрофон, вот этот микрофон, короче, есть еще что туда отснять, я надеюсь, что у меня получится в ближайшее время это сделать. Вот, по программу, как я уже сказал, Audacity, в принципе, перекрывает, наверное, 90% всех вообще потребностей для начала, да и не для начала тоже. Остальное, если это у вас видео на YouTube, то вы обрабатываете уже в вашем видеоредакторе, добавляете какие-то эффекты, либо звук как-то сжимаете, делаете компрессию, еще что-то такое. Главное, не переусердствовать с этим всем, опять же, есть куча плагинов, бесплатных причем плагинов, я специально не буду говорить именно какие, потому что я, во-первых, ими не пользуюсь, да, и не любитель я плагинов, а сейчас вот прям вспомнить название, я, скорее всего, вспомню какие-нибудь платные. Но есть и бесплатные, я пробовал, я пробовал их на OBS запускать, все работает, да, даже с простым микрофоном вполне себе звук становится более-менее приемлемого качества. Если прям нужен идеальный звук, там, вы там занимаетесь озвучанием или начитываете какую-то рекламу, знаете, сейчас очень модно продавать свой голос. Ну, как сейчас, лет 10, наверное, вот это пошла мегаволна, когда оборудование стало более-менее дешевле, да, и каждый, ну, стало дешевле оборудование, и стали дешевле мощные компьютеры, на которых можно все это быстро обрабатывать. Много стало людей, которые продают свой голос для каких-то, ну, не знаю, каких-то рекламных джинглов, там, для радио, для каких-то мегамолов, гипермаркетов, где всякие объявления звучат, ну, и так далее. И там уже, конечно, желательно оборудование, чтобы было, ну, скажем так, ну, хотя бы минимально более-менее профессиональное. Там, конечно, своя история, да, есть какие-то свои звуковые карты, которые все любят. Я могу сказать, например, на что я пишу прямо сейчас. У меня Scarlett 2.4, это звуковая карта от компании Focusrite и хрен ли он лет. У меня самая первая ревизия. Сейчас уже есть третья ревизия. И вот, знаете, ну, не всегда новые ревизии чем-то отличаются, кроме внешних данных. Вот. Пробовал я вторую ревизию, но, опять же, я могу сказать, что вот только различие. Вот, опять же, надо делать видео про эту звуковую карту. Уже сколько лет прошло, я почему-то все время откладываю, потому что не знаю почему. Если вам хочется об этом, о звуковой карте видео, напишите как можно больше комментов об этом. Я тогда, наверное, запущу. Но вкратце, да, я предвижу вот эти вот вопросы. Почему Focusrite, почему Scarlett, почему не что-то другое. Друзья, что я могу сказать? Это лично мой выбор. Мне нравится фирма Focusrite. Это компания, которая занимается непосредственно звуком. Звуковых карт очень много. Есть всякие бренды, да, те, которые, ну, в принципе, занимаются различным оборудованием для звука. И не только для звукозаписи, да, они там делают все, что хочешь. И синтезатор, и все-все-все, да. Focusrite делает оборудование только для записи звука. Поэтому мой выбор пал на это. Все дело, она относительно недорогая, при этом достаточно приемлемое качество. Я ее разбирал, смотрел. Все на уровне. Почему бы и нет? Меня устраивает. Вот. Ну, конечно, есть и лучшие звуковухи, да. То есть, верхнего предела, где можно сказать, вот эту бери, и она будет самая офигенная, не существует. Потому что капитализм и всегда, сколько бы у тебя не было денег, всегда у кого-то их больше, и значит, он сможет купить девайс круче. Потому что для него делается девайс круче. Вот, как-то так. Поэтому я за разумную такую золотую середину. Ну, а каждый дальше сам по бюджету. Как обрабатывать звук? Миллион гайдов в интернете. Я думаю, что какой-то мой гайд по обработке звука, он не сделает абсолютно никакой погоды, как бы еще бы и не навредил, да, вот это всем. Поэтому, я думаю, вы сами сможете найти. Куча программ, куча софтов, в чем это обрабатывается. Но, опять же, если вы записываете подкасты, записываете их часто, то, скорее всего, вы будете пользоваться Audacity, даже если вы там записываете какой-то голос на продажу, тоже будете пользоваться Audacity, и этого вам будет вполне хватать. Крупнейшие в мире игроки на рынке звукозаписи, я имею в виду людей, которые продают свой голос, пользуются программой Audacity, и это их не напрягает. Это богатейшие люди, они могут себе купить какой угодно софт, но они пользуются Audacity. О чем тогда это говорит? Это старый очень софт, я не помню, сколько ему уже лет, наверное, может быть, лет 15. Ну, короче, он давным-давно существует, я помню его сейчас не за памятных времен, и вот им я и пользуюсь. Собственно, его только и могу рекомендовать, у меня ничего не поменялось в этом плане. Если работает, как говорится, зачем что-то менять? В плане наборов, минимальный набор оборудования – это просто твоя видеокамера или твой телефон, на который ты будешь записывать свой подкаст. Это самый минимальный набор оборудования. Максимальный набор оборудования – это отдельный микрофон, предусилитель для микрофона, дальше еще какие-нибудь устройства в виде компрессоров, которые будут все это обрабатывать в реальном времени, и на выходе ты сразу будешь уже записывать сигнал качественный. То есть, ты уже не будешь его обрабатывать софтварно абсолютно никак. Это круто, это очень офигенно, потому что ты не тратишь время, а время – это единственный наш ресурс, который не восполняем абсолютно никак пока что. Поэтому вот как-то так. Но это будет все дорого. И вот ищешь какую-то золотую середину для себя. Либо петличку берешь. Но обычно я рекомендую взять какую-то петличку, как минимум. И, скорее всего, этого будет более чем достаточно. Если какие-то стримы вести, то практически любой USB-микрофон, даже полукитайский какой-то, не особо известных брендов, плюс обработка звука в студии той же OBS с помощью каких-то плагинов, которые отдельно ставятся, которые вы, опять же, сами выберете, этого тоже более чем достаточно. То есть, выше – это уже излишность. Например, как я веду стриму, это можно сказать, что там некоторое оборудование излишнее. Но так просто я увлекаюсь этим всем делом, мне это нравится, поэтому оно у меня есть, я записываю, и стримы просто так. Получается, что еще с него же мне удобно вести стримы. Вот у меня там микшерный пульт, например, тоже про него я рассказывал. Ну, вот такие вот дела. Что-то еще хотелось сказать? А, про как обрабатывать именно звук. Многие думают, что есть какая-то универсальная схема, в которой ты нажимаешь какие-то кнопочки, выбираешь опции, и у тебя получается офигенный звук. Или есть какие-то настройки на устройствах физических, где ты вращаешь все крутилочки, нажимаешь нужные кнопочки, и получается у тебя идеальный звук. Это не так. Знаете почему? Потому что у всех разный голос. И мои настройки, которые использую я для себя, вам они не подойдут от слова совсем. Потому что у вас свой тембр, голос, свое все абсолютно. И вам нужно будет делать свои настройки. А кроме как экспериментальным путем вы ничего не добьетесь. Экспериментируйте, пробуйте, не бойтесь, и все у вас получится. И записывайте на то, что есть, на тот же телефон. Уже будет достаточно неплохая запись. Единственное, конечно, старайтесь записывать в достаточно тихом помещении, чтобы не было дополнительных шумов. Вот я сейчас веду запись в ужасных условиях. У меня все шумит, там компьютер шумит, там то шумит, все, короче. Я еще сейчас не наклеил шумку, ту, которую тут менял местоположение, и часть наклеил, потом убрал, мне не понравилось, сейчас надо заново наклеить. Ну, в общем, это вот тоже вот мою... Я не тот яркий пример, на который стоит ориентироваться. Есть люди, которые прям всю комнату обшивают шумкой и как-то в этом находятся. Мне, например, не очень-то комфортно. Поэтому я придерживаюсь минимальной усилия и на выходе, чтобы был максимальный результат при этих минимальных усилиях. То есть специально как-то для YouTube особо сильно напрягаться смысла не вижу. Уже какие-то выработались определенные паттерны, с которыми ты работаешь, и ты с ними работаешь. Так что пробуйте, не бойтесь, пишите на телефон. Если у вас нет помещения, везде громко, или там на улице ветер, то используйте петличку, используйте ветрозащиту. Еще такой вот вариант. Если у вас есть автомобиль, и вы хотите записать свой подкаст, первый даже на телефон, просто садитесь в ваш автомобиль, закрываете двери, включаете рекордер на телефоне, ну, то есть там диктофон, что-нибудь такое, и записываете. В автомобиле будет очень хорошая звукоизоляция, ну, в большинстве автомобилей, во всяком случае, да, и очень даже, очень даже комфортно, и получится запись гораздо лучше, нежели вы будете записывать себя в комнате. Кто-то накрывается с одеялом, то есть берет одеяло, накрывается головой и что-то записывает. Но это нужно быть каким-то очень выносливым человеком, потому что под одеялом ты много не начитаешь на микрофон текста, не будешь там с мыслями думать, как там свою вести передачу, потому что там жарко и дышать нечем. Я так не делал, но способ такой есть. Многие им пользуются, наверное, и до сих пор. Вот. Используйте, в общем, все в разумных пределах. Идеал недостижим, безусловно. У меня тоже далеко не идеальное качество. Главное, что оно устраивает меня. Я его считаю достаточно приемлемым. И иногда я начинаю заморачиваться с качеством. Но этого абсолютно никто не замечает в роликах, и это лишний раз подтверждает то, что я сказал выше. То есть, должно быть все на достаточном уровне, но не надо слишком усердствовать, иначе вы потратите много времени, но навряд ли ваши ожидания как-то оправдаются настолько, что, ну, то есть, вау, вы будете говорить, я столько потратил сил, а почему никто мой подкаст не слушает, там еще что-то такое. Вот как-то сделайте все нормально, просто, не супер. То есть, лучший овраг хорошего. Делайте просто хорошо, и будет тогда все хорошо. Делай хорошо, будет хорошо. Я такого придерживаюсь плана. Если еще есть какие-то вопросы по звукозаписи, по вот этому всему, пишите прямо в комментариях под этим видео, и я там через какое-то время просто загляну под это видео, почитаю ваши какие-то вопросы, может быть, или еще что-то, и, естественно, сниму еще видео. Ну, коли такие вопросы возникнут, я стараюсь, в принципе, максимально объяснять практически все моменты, учитывая, просто-напросто, ну, потому что я линиевый человек, мне не хочется еще раз видео записывать и что-то делать, еще какую-то работу. Поэтому стараюсь сейчас в этом видео вам все рассказать. Вот, да, еще, естественно, если у вас какой-то там странный голос, если вы записываете впервые, то вам ваш голос 100% покажется странным, особенно на записи. Поэтому не пугайтесь, для многих людей, их голос, который они слышат, когда говорят, и их голос, который они слышат, когда слушают запись своего голоса, это два разных голоса, и человек такой в ужасе, что это мой голос, почему он такой противный, я не могу так говорить, я когда говорю, я говорю просто так, что вообще, оу, почему на записи такое, что, кто это, вот. И не комплексуйте по этому поводу, рано или поздно, если вы будете этим заниматься профессионально, да, у вас исчезнет вот это вот ощущение, что вы говорите одним голосом, а на записи другой голос. У меня это тоже было, это у всех было абсолютно, это то же самое, как первый раз выйти на сцену, да, то есть для кого-то это сложнее, для кого-то это легче, а кому-то это вообще не надо. Вот, а подкасты это замечательно, друзья. Я люблю подкасты, это классно, офигенно. У меня, к сожалению, нет какой-то площадки, чтобы выкладывать какие-то подкасты, потому что для этого нужно Apple-устройство, у меня нет Apple-устройств, а без Apple-устройств там заморочки столько, со всякими регистрациями и прочим, что мне это делать не хочется, много личных данных уходит в пустую, поэтому не делаю. Ну, я думаю, что те, кто меня слушает, они прекрасно меня могут слушать на YouTube, а кто хочет, они вообще скачивают видео с YouTube, переводят его в MP3, сейчас много таких сайтов онлайн, прям туда вставляешь ссылку, и те на выходе MP3-ха, и слушают меня так. Раньше я выкладывал все подкасты отдельно в аудиофайлах, но те сервисы, где я это выкладывал, в частности, там тот же RuPot, он просто закрылся, и сейчас там совершенно другое. Очень печальный, интересный был проект. Кто-то ушел на отдельные какие-то подкасты, вот такие вот видеоподкасты, где есть изображение, это, безусловно, только из-за YouTube это все и появилось. По сути-то все подкасты записываются так, что вы сидите у себя в вашей маленькой студии, вы ее гордо называете студией, хотя там надели какой-нибудь старенький микрофон и какая-нибудь кружка чая с отколотой ручкой, но для вас это студия. И вы сидите и записываете. Это вот так работает. Это должно нравиться вам прежде всего. Если вы хотите зарабатывать на этом деньги, то для этого нужно учиться речи, для этого нужно учиться. Чтобы учиться, нужно вкладывать. Вкладывается время и деньги в это все. Это для того, чтобы зарабатывать деньги. И сам вообще рынок озвучания, особенно у нас в России, ну и в странах бывшего СССР, не во всех, но все-таки, он очень мал. То есть, там много людей, кто готов что угодно озвучивать. И с помощью компьютеров сейчас голос можно менять как угодно практически. Но именно те, кто добился какого-то озвучания и зарабатывает на этом, это единицы. Просто у нас маленький рынок в этом плане. То есть, имейте это в виду. И каких-то больших денег вы на этом не заработаете. А вот просто про это спрашивают. Я сразу бью не в бровь, а в глаз. Вот будут про это вопросы, я уверен. Потому что они, эти вопросы бывают на стримах довольно часто. По оборудованию, давайте так, прикинем просто минимальный ценник. Минимальный ценник это просто ваша видеокамера и ваш телефон. Вы записываете в телефон, осмотрите в видеокамеру и сводите звук. Это лучше, чем просто вы записываете на микрофон встроенную вашу видеокамеру. Потому что видеокамера зачастую, она очень много лишнего записывает. Ей нужно будет звук как-то очистить. Это ваш минимальный бюджет. Если у вас уже есть видеокамера, или если вы просто пишете подкаст, у вас есть ваш телефон. Все, вам больше ничего не надо. Бюджет подороже. Это, наверное, какой-то петличный микрофон. Где-то в районе 25-100 долларов. За 100 долларов можно взять прям очень хороший петличный микрофон. Роудовский. Ну, там 110, может быть, 125. Ну, вот так, плюс-минус. И такие петличные микрофоны, безусловно, они пишут очень хорошо. Возможно, вам этого будет даже достаточно. Хотя кто-то скажет, писать подкаст на петличный микрофон. Это же не Камильфо. Люди по-разному пишут вообще-то подкасты. Есть миниатюрные микрофоны, которые подключаются в лэптоп. Сам-сам делал в свое время, и они, по-моему, сейчас еще продаются. Микрофоны конденсаторные, миниатюрные. Он такой называется GoMic. Ну, то есть, вперед микрофон. А не то, что кому-то, может быть, послышалось. Да, звучит именно так. И там сейчас куча других еще фирм навыпускала. Ну, второй вариант – это петличка. 25-100 долларов. Может, где-то и дешевле можете петличку найти. Кто-то берет петличку за 50 рублей, и ему этого достаточно. И он говорит, что это классный звук. Можно на петличку в 50 рублей записать звук, ну, и обработать его потом в софте так, чтобы он выглядел более-менее прилично. Но мне, например, не хочется тратить время на софт. То есть, чем у вас меньше бюджет, тем больше времени вы тратите. Чем у вас больше бюджет, тем меньше времени вы тратите на обработку чего-либо. То есть, на то, чтобы звук был хорошим. Вот как-то так. Следующий шаг – это, наверное, там, не знаю, звуковая карта, рекордер или просто рекордер. Зачастую, как бы, рекордеры, они представляют из себя звуковую карту, тот же Zoom H1 и другие зумы, и там, и не только зумы. Просто они более-менее известные. Это уже от 100 долларов начинается, наверное, бюджет за рекордер, плюс еще петличка. То есть, уже где-то 100-200 долларов. Такой вот где-то бюджет. Если вы уже берете, например, какой-то микрофон, желательно, наверное, конденсаторный, в принципе, для подкастов, и звуковуху, то, опять же, это у вас уже бюджет где-то, наверное, от 150, ну, нет, даже не от 150, больше, где-то, наверное, от 200 или от 180. Ну, и дальше цена за микрофон может там быть очень высокой, да, ну, пускай будет до 500, где-то так. Ну, и так это все растет, я сейчас не буду тут вспоминать, потому что это очень растяжимо все. Можно взять микрофон за 50 долларов, можно за 500, можно за 5000 и подключить к звуковухе, да, которое стоило 100 долларов, и он будет работать. Ну, не так хорошо, конечно, но будет. Я имею в виду, про какой-то дорогой микрофон. Опять же, если вы берете дорогой микрофон, скорее всего, к нему вам будет необходим дорогой микрофонный усилитель, чтобы раскрыть весь потенциал этого микрофона. Звуковуха не справится, да, то есть, цены, они, в принципе, такие, знаете, созависимые, да, то есть, если вы берете звуковуху в районе 200, черточка, 400 долларов, то ваш микрофон к этой звуковухе тоже будет стоить где-то так же. Вот. Если вы берете микрофон там за 5000, за 10 тысяч долларов, или больше, есть всякие микрофоны, то ваша звуковуха, наверное, должна начинаться где-то от 2000 и выше, плюс еще микрофонный предусилитель, потом, если вам это нужно завести все в компьютер, еще и еще устройство. То есть, это все вот как-то так соразмерно и зависимо друг от друга. Примерно, ну, это так, натянутый, конечно, пример будет как видеосъемки, да, например, вы покупаете фотоаппарат там за 100 тысяч рублей, и объектив к нему будет стоить тоже 100 тысяч рублей. Покупаете фотоаппарат за 30 тысяч рублей, и надо же, к нему объективы стоят в районе 30, черточка, 50 тысяч рублей. Ну, минимально, опять же, вы где-то вот плюс-минус за эту же цену возьмете. То же самое примерно с микрофонами и звуковухами. Но это, опять же, это мои примеры какие-то. Это больше, то, что я говорю, это больше для новичков, потому что если вы профессионал, у вас какое-то свое уже мнение, мне переубеждать, друзья, никого не хочется. И более того, я не вижу в этом смысла, да, кто как хочет, так и танцует. Давайте вот на этом, да, скажем так, решим. Что еще, что еще, вспомнить, какие могут быть вопросы в комментариях, чтобы сразу на них ответить в этом видео, чтобы не было вопросов и не отвечать по два раза, как я уже сказал, лень двигатель прогресса. Да, наверное, все, наверное, пока хватит. Такие дела. Отдельно, да, еще, внимание, отдельно хочу сказать спасибо всем моим патронам. Это люди, которые подписались на Patreon мой, там меня поддерживают. Низкий вам поклон и большая благодарность. И также всем тем, кто поддерживает в донатах, спасибо. Как бы, ребята, без вас бы канал не существовал. Поэтому огромное вам спасибо. И вы тоже скажите им спасибо, этим ребятам, поставив лайк этому видео. Это не только мне будет приятно, это и им будет тоже приятно. Вот. Такие дела. Такая песня. Ну, и у микрофона был Олег Гром. Всего вам хорошего, чистого звука. Пишите, пробуйте, не останавливайтесь. Все у вас получится. Никто сразу ничего не умел. Каждый из вас найдет свое какое-то решение, которое подходит хорошо для него. И будет счастлив. Я уверен. Вот такие вот дела. Ну, что, услышимся, увидимся. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, Виталий. Мне он очень понравился. Я продолжу и дальше отвечать на вопросы, которые были, те, что вы задали у меня в сообществе. Все на этом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok